Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психофарм.ф, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За уж хаплаки в мёртвых, разбивая молнии» сегодня будем говорить на потрясающую тему «Полезен ли секс для ума?» Откуда черпаем вообще такие темы? Гуру, учитель, психофармач, вопросы, 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 ответы на вопросы. Говорят, что секс полезен для ума. Значит, что пожилые меньше им занимаются, то они становятся глупее. Но вообще-то за такой коммент надо банить, потому что на самом деле здесь черты явного эйджизма. Что такое эйджизм? Это дискриминация человека по возрасту. В данном случае, конечно, геронтологический эйджизм. То есть, говорят о том, что старые люди эдементные, сексом они не занимаются, поэтому ума у них нет. Надо, в общем, с пониманием относиться к геронтологическому эйджизму. Почему вы не забанили? Представьте себе молодой человек. Вот он находится вот в мире, где, собственно говоря, очень и очень много стариков. Ведь наше население стареет. Что это значит? Вот все привыкли, население стареет. Но это просто означает, что стариков становится больше. И когда молодые это все видят, то им становится не по себе. Ну и когда им становится не по себе, начинается геронтологический эйджизм. Поэтому мы не забанили, а решили разобраться. Ну и психфармач нам подсказал, надо разбираться, действительно ли способствует ли секс уму. Надо вам сказать, что мы вынуждены здесь сразу прямо сказать, что вынуждены будем играть против легенды. Потому что на самом деле все то, о чем вы думали, выглядит все совершенно не так. Сейчас об этом расскажем. Итак, начнем с очень и очень важного нейромедиатора, который называется ацетилхолин. Который играет большую роль. Мы много о нем рассказывали. При возбуждении и отвечает он за, в том числе и за эрекцию, и за любрикацию. То есть у мужчин эрекция, у женщин любрикация. То есть увлажнение влагалища. Думаю, что такое эрекция. Все знают. Так вот, что делает ацетилхолин? Это не самый главный механизм. Но в том же самое главное это оксид азота. Но в то же время ацетилхолин все-таки способен расширить сосуды, увеличить приток крови к кавернозным телам. Они наполняются, возникает эрекция. Но очень и очень важно, что ацетилхолиновые нейроны, как, впрочем, и другие нейромедиаторы, они используются везде. В головном мозге повсеместно. Да и в нашем теле ацетилхолиновые нейроны. Ну, например, они отвечают в том числе и за, как у нас происходит работа кишечника. Тем не менее, значит, это очень-очень важные нейроны. И они действительно связаны с памятью. И вот установлено совершенно точно, что у пациентов с эректильной дисфункцией кумулятивная заболеваемость с деменцией была значительно выше, чем у пациентов без эректильной дисфункции. Итак, на самом деле все наоборот. Значит, не секс способствует уму. А на самом деле, если с сексом плохо, то, конечно, будет развиваться деменция. То есть, еще раз, тут все по-другому. Дело не в том, что человек выбирает, может он заниматься сексом или не может он заниматься сексом. Если у него плохо с эрекцией, это означает, что у него плохо и с ацетилхолином в головном мозге. Соответственно, это как бы взаимодополняющие друг друга вещи. Нельзя говорить, что что-то там одно на другое влияет. То есть, это просто как бы единый недостаток ацетилхолиновых нейронов. Поэтому, конечно же, если у человека эректильная дисфункция, то частота деменцияхгеймерского типа возрастает. И это порождает такие слухи, что если ты будешь заниматься сексом, то это увеличит количество ума. Нет, это слух ничего это самое не увеличит. Ты можешь заниматься сексом, сколько ты можешь заниматься сексом. Это зависит от развития ацилхолиновой системы. Ну и самое важное, есть тоже такие слухи. Вот Эйджизм-то в чем заключался, что старые не занимаются сексом, поэтому у них плохо с умом. Ну, давайте действительно разбираться и с этой проблемой. Обратите внимание, действительно распространенными сексуальными проблемами являются у пожилых, которые страдают болезнью Паркинсона, деменция при болезни Альцгеймера, снижение желания, эректильные дисфункции, трудности с достижением оргазма и сексуальная неудовлетворенность. То есть, причина это все-таки болезнь. То есть, причина их снижения ума, причина деменции не то, что они не занимаются сексом, а то, что они не могут заниматься сексом в результате того, что у них страдает головной мозг. Сейчас просто я вам объясню, как это все происходит. Ну вот, обратите внимание, болезнь Альцгеймера. Инвалидизирующее заболевание начинается из подволь, без инсультов. Если это заболевание не лечить, то через 6 лет это интернат для инвалидов. И что происходит в головном мозге? Механизм кратковременной памяти. Два нейрона, ацетилхолин, их между собой сообщаются. При помощи электрического тока мысль доходит до межсинаптической щели, останавливается, потому что есть сопротивление, испускает ацетилхолин, тот добирается до следующего нейрона, открывает ацетилхолин рецептор, это кальциевый канал, внутрь заходит кальция, он заряжен, ее на кальция, и наша мысль проходит. Что происходит при болезни Альцгеймера? Исчезает ацетилхолин рецептор, неизвестно почему. Ну и, соответственно, ацетилхолина достаточно, он доходит до рецепторов, а рецепторов-то нет, в результате кальция не заходит внутрь нейрона, мысль не проходит, ну а дальше начинается просто уничтожение нейрона. Почему оно начинается? Головной мозг не хочет кормить, собственно говоря, тех, кто ничего не делает. Если нейрон исключается из информационного обмена, он подвергается уничтожению, разному уничтожению. В частности, принимают участие амилоидные бляшки, которые разрушают нейроны, такие красивенькие, красненькие, действительно очень портят нейроны. Плохо работающий нейрон, да, и вокруг этих бляшек возникает воспаление, некроз, но есть еще и простой апоптос, то есть это нормальная гибель нейронов, то есть может быть у него еще и амилоид, это вокруг него и внутри него мало, но просто он исключен из информационного обмена, подвергается апоптосу, программу уничтожения лишних нейронов, которые никому не нужны. Так вот, при болезни Альцгеймера происходит и некроз, то есть с воспалением, уничтожение нейронов, и апоптос без воспаления, ну и в результате головной мозг, вот здесь он показан специально, с правой стороны это головной мозг больного болезнью Альцгеймера, слева это вроде здоровый головной мозг. Понятно, что с таким мозгом, как справа, в общем-то, сами понимаете, помните, что наше обеспечение на половых функциях, это то же самое нейромедиаторы, соответственно, при такой атрофии, о каком, собственно говоря, сексе можно говорить. То есть на самом деле, еще раз говорю, то есть сначала какая-то патология, уже потом недостаток секса и уже, соответственно, и ума одновременно, то есть и по разным причинам. Теперь есть все-таки исключения, все навострели уши. Действительно, есть исключения, есть люди, у которых секс способствует уму. Вы спросите меня, кто это такие? Это женщины. Действительно, проводились такие очень интересные исследования, и причина этих исследований была следующая. То есть ясно, зачем оргазм мужчине. То есть произошла эякуляция, он выбросил сперму, оплодотворил женщину, понятно, он должен получить подкрепление. А женщине-то, собственно говоря, зачем? Потому что она так или иначе, она все равно эту самую сперму уже получила. То есть вроде как это не нужно. Но и стали с этим разбираться. И стали изучать потрясающее совершенно исследование. Головной мозг на функциональной компьютерной томографии. То есть на функциональной компьютерной томографии можно увидеть, как работают различные нейроны головного мозга. И при этом, как это все происходит? То есть кровь, она течет туда, где она востребована в головном мозге. То есть и большее количество крови течет туда. Отдает кислород, меняется магнитное поле. И это все можно совершенно спокойно уловить. В результате мы получаем картинку, какие нейроны активнее работают в головном мозге. Так вот, женщины заставляли, меня за ними не заставляли, конечно. Подопытные, да, они сами подписывали согласие. Они занимались мастурбацией. Подка, лежали при этом на компьютерном томографии. Ну и было зафиксировано, обратите внимание, 2 минуты активный центр награды. Около активного оргазма, активная сенсорная кора. Оргазм активный центр удовольствия и контроля. Ну и надо вам сказать, посмотрите, как расширяется зона нейронов, которые активны. Это означает, что на самом деле к этим зонам приливает больше крови. Ну и ученые, в конце концов, пришли к выводу, что это очень и очень важно женщине, потому что это на самом деле для женщины является защитной функцией ее мозга. Неслучайно женщины живут дольше, но потому что у женщин функция такая. Это функция сохранять, воспитывать подрастающее поколение, быть сосредоточением мудрости, в том числе и для подрастающего поколения. Поэтому женщины живут дольше. Ну и, соответственно, если они будут получать при оргазме приток крови, прилив крови к голове, кровоснабжение будет улучшаться, то это очень и очень выгодно, это способствует выживанию, это способствует повышению умственных способностей. Напротив, было установлено, что если у женщины нет оргазма по тем или иным причинам, то это может привести к атрофии головного мозга. К сожалению, вот то, что я вам рассказал, что вот у мужчин секс, он, к сожалению, не способствует уму, ничего тут не получится, у женщин способствует, но на самом деле и у женщин в нашей стране тоже на самом деле мало шансов. Почему мало шансов? Обратите внимание распространенности эректильной дисфункции в нашей стране. Примерно 90% мужчин, такой опрос проводился, страдают от эректильной дисфункции. Ну, а преждевременные эякуляции тоже приблизительно страдают 90% мужчин. Я, конечно, далек от мысли говорить о том, что это действительно верные цифры. Нет, вовсе нет, это все-таки опросы, но тем не менее, цифры, конечно же, впечатляют. Что это означает? Ну, это означает, мы уже много раз об этом говорили, что силхолиновая система у наших мужчин работает плохо. Ну, это означает то, что у них, к сожалению, с умом тоже, в общем, ну, как бы, есть определенные проблемы. Ну, во всяком случае, они могут возникнуть в будущем. Но это же означает, что женщина хочет улучшить свое кровообращение, она просто не сможет это сделать при помощи нашего мужчины. Как бы то ни было, я, собственно говоря, закончил сегодняшнюю тему. Ну, и я, как говорится, вас предупредил. Все, что мы знали, мы рассказали. Если вы хотите услышать еще, пишите нам, пишите психофармачу. Кстати, зрители стали писать и психофармачу. Мы это очень довольны. И тоже будем, конечно, вместе с психофармачем отвечать на ваши письма. И, как всегда, коменты, лайки, подписка. Ну, и до новых встреч.